МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дагестане все больше обретает популярность безналичный способ оплаты. Взаимовыгодное сотрудничество. Власти Узбекистана и Дагестана ведут целенаправленную работу по продвижению зеярат-туризма. Безжалостная охота ради хвастовства. Активисты Дагестана требуют законодательно запретить убивать дагестанского тура. Из-за желания наживы или просто чьи-то забавы отдельные животные в нашей республике уже практически исчезли. По мнению ученых, вскоре мы рискуем потерять и горного тура. В проблеме разбиралась моя коллега Патимат Ханапова. Достаточно вести в поисковик охота на дагестанского тура и тут же всплывает бесчисленное количество материалов. Все это абсолютно в открытом доступе. Множество видеороликов, где охотники подробно рассказывают о своих приключениях в Дагестане. Существует даже инстаграм-канал, где выставляются окровавленные трофеи. Но и самое главное, есть специальные форумы, где проходят переговоры о букинге. На просторах интернета мы нашли контакты организаторов и выяснили, договориться можно легко. А как можно будет организовать это все? Записаться заранее или как? Ну да, заранее надо записаться. А сколько это будет стоить? Стоит? Ну, там, по разуму. С телефона можно поговорить, если есть для желания. Цена одного трофейного тура колеблется от 200 тысяч рублей. Это согласно информации на букинг-сайтах. Здесь важно уточнить, охота на горного тура разрешена, но лимитирована. Распределение квот на добычу дагестанского тура на территории региона ежегодно утверждается указом главы. Но эксперты говорят, уничтожается их в год намного больше. Ну, я по сути считаю, что это не охота. Это убийство такое идет прямое, это как стрельба в тире. Потому что там используют тепловизорные прицелы. И часто у нас есть путаница такая. Охотники там все убили туров, уничтожают. Это не охотники. Есть браконьеры, такая категория, которая не считается никакими законами, правилами. Я тут хозяином, я тут наш родовой, мы чего-то не можем, я хочу и буду. Массовое убийство горных туров подтверждают и местные жители. Так, уроженец села Амсару Тульского района рассказал нам в беседе, какую картину приходится наблюдать на протяжении нескольких лет. Браконьеры практически уничтожили популяцию. Собаками по 10, по 15 человек, группами идут, загоняют их бедных. И вот там реально идет полное уничтожение этих туров. Не то, чтобы там одного убить, там лицензии нет. Там день и ночь стреляют, как будто война идет. В горах, понимаете, можно было наблюдать по 700, по 800 голов. Стата целых вот этих туров. А сейчас их? А сейчас их даже 5-6 не увидишь. Пока не поздно, говорят эксперты, надо разработать механизмы по защите горного тура. Они фактически есть, но неэффективны. Так, например, зоны охраны охотничьих ресурсов, говорят эксперты, никем не контролируются. Нет должного финансирования и налаженной системы наблюдения. Могу сказать, что ведомства, которые должны охранять, они занимаются, в общем-то, зарабатыванием денег на использование природных ресурсов. Да, у них написано все хорошо, что мы рационально. То есть идет очень серьезное сокращение поголовья охотящих животных. С просьбой разобраться в ситуации активисты движения «Спаси Самурский лес» написали обращение к руководству Дагестана. В нем эксперты просят власти законодательно запретить охоту на горного тура. Потянут Ханапова, Магомед Магомедов, Мусас Адгиреев, Новости ННТ. Правительство республики выделило 19 миллионов рублей для помощи пострадавшим от пожара в селе Махалатлицу, Литинского района. Деньги направлены из резервного фонда. Из них 18 миллионов на восстановление утраченного жилья и 1 миллион на покупку имущества первой необходимости. Такое распоряжение подписал председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов. Напомню, 24 февраля 2020 года в селе Махалатли сгорело 4 дома. Жертв среди населения нет. Дагестанцы более 70 миллионов раз в прошлом году оплатили покупки банковскими картами. Сумма платежей перевалила за 48 миллиардов рублей, увеличившись за год почти на 60%. При этом граждане расплачивались картами почти в три раза чаще, чем снимали с них наличные. К слову, в региональных магазинах установлено около 9 тысяч терминалов для приема платежей по картам. Безналичная оплата проезда также становится популярной. Рост безналичных платежей в республике стал возможен благодаря реализации проекта по повышению финансовой доступности в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных районах. Сквер по улице генерала Омарова будет отреставрирован. Объект возвращен в собственность муниципалитета. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Отмечу, что ранее махачкалинцы не раз обращались в мэрию столицы с просьбой обратить внимание на этот сквер. В этом году он был включен в программу благоустройства и ремонтной работы. Начнутся в ближайшее время. И уже этой осенью жители и гости республики смогут проводить в парке свой досуг. Параллельно в городе продолжается комплекс мероприятий по возвращению незаконно оформленных земельных участков в собственность города, где затем будут создаваться новые парки и скверы. В предыдущие годы данная территория была захвачена и по поддельным документам поставлена на кадастровый учет с последующим оформлением прав собственности. Мы в 2020 году приступили к этой работе, полностью провели все процедуры, подали в суд, отсудили данную территорию, восстановили права города на этой территории. И сегодня уже у нас здесь запланированы работы по благоустройству общественного пространства, для того, чтобы потом передать махачкалинцы, чтобы махачкалинцы могли здесь опроводить свой организованный досуг. В Дербенте продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Накануне в городскую поликлинику поступило еще 400 доз вакцины «Спутник Ви». За минувшие сутки прививку сделали 30 человек. В приоритете по-прежнему пока остаются медики, учителя и соцработники. Всего от ковида привиты уже более 700 дербенцев. Решил добровольно вакцинироваться. Для чего? Для того, чтобы я мог свободно ходить по городу общаться. Для того, чтобы ко мне могли приезжать мои дети, и я мог ехать к моим детям. И в целях безопасности мы решили провакцинироваться с супругом. Сама работаю я в школе. И как бы выразила желание провакцинироваться. Перед прививкой пациент проходит обязательный осмотр врача. Ему замеряют сатурацию и давление, слушают легкие, а также спрашивают на предмет наличия хронических заболеваний. Только после этого он получает доступ к вакцинации. Привиться могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в поликлинику или предварительно записаться через портал госуслуг. Хочу отметить, 733 человек – это на самом деле реально вакцинированные люди. Ничего никто не придумывает, никакой искусственной системы. То есть никого не заставляют, не принуждают. В рамках 323-го федерального закона на добровольную основе, в рамках 157-го федерального закона о иммунизации населения проводится на добровольной основе. Узбекистан и Дагестан расширяют сотрудничество. Власти страны ведут целенаправленную работу по продвижению зиаратуризма. По словам представителей Узбекистана, с Дагестаном их объединяет очень многое. В первую очередь общая религия и традиции. Если раньше добраться до Узбекистана было большой проблемой, так как не было прямого рейса, то сейчас будут открыты авиаперелеты, что в значительной степени позволит увеличить турпривлекательность для обеих территорий. Исторически всегда дагестанцы ездили в Узбекистан совершать паломнические туры. Этот процесс никогда не останавливался. Просто сейчас мы хотим наладить именно прямые авиационные рейсы. Любой желающий дагестанец может приобрести туристические пакеты. Непосредственно сейчас проходят переговоры. То есть они будут достигать этих договоренностей. И в эти турпакеты будет включено все. Самарканд и Бухара должны стать центрами зиаратуризма уже в самое ближайшее время. И основная задача сделать так, чтобы туристы получили необходимый уровень сервиса по турпакету «Все включено». Стоимость такого пакета примерно составит около 700 долларов. Мосты Дружбы. Под таким названием в Махачкале в Доме Дружбы прошел Международный телемост. В нем приняли участие представители различных сообществ стран ближнего и дальнего зарубежья. Они говорили о роли женщины в обществе, а также о воспитании, уважительного отношения подрастающего поколения к людям разных национальностей. Мы хотим, чтобы люди, независимо от политиков, чтобы общались друг с другом, чтобы приветствовали друг друга, чтобы взаимодействовали друг с другом. Потому что здесь будут принимать участие наши соотечественники, которые проживают в этих странах. То есть они становятся носителями той культуры, чтобы показали, что совершенно это не так, что происходит в Российской Федерации, в Дагестане. То есть это отличается. Мы хотим просто говорить о мире и дружбе во всем мире. Видеозапись телемоста организаторы разместят в соцсетях на официальных аккаунтах Министерства по национальной политике и делам религии Республики. Вероприятие прошло в рамках празднования столетия со дня образования дагестанской автономии. Махачкала вошла в список популярных городов России по авиаперелетам. Об этом сообщает сервис поездок и путешествий tutu.ru. Столица Дагестана вошла в рейтинг популярных городов наряду с Санкт-Петербургом, Минводами, Краснодаром и Екатеринбургом. Также эксперты отмечают, что в среднем стоимость перелета по стране выросла на 11% до 7 тысяч рублей. И о спорте. Дагестанцы заняли первое общекомандное место на чемпионате России по спортивному микс-файту. Соревнования накануне завершились в Ульяновске. Золотые медали турнира завоевали 10 наших бойцов. Кроме того, в активе наших спортсменов еще 4 серебряных и 6 бронзовых наград. К соревнованиям атлетов готовили тренеры Бадави Гасанов, Мухаммад Шахбанов, Рустам Кухмазов, Хазбулат Магомедов, Амир Перунов, Джамал Магомедов и Мухаммад Набиев. В общем зачете команда из Дагестана обошла оппонентов из Ульяновской области и Татарстана. Победители турнира отправятся на чемпионат мира. В Каспийске завершился чемпионат и первенство Дагестана по всестилевому карате. На татаме в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева вышли 430 спортсменов из разных уголков республики. Первое общекомандное место завоевали воспитанники спортшколы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. По итогам турнира в их активе оказалось 12 первых мест. Соревнования станут отборочным этапом перед апрельским первенством в России в Орле и сентябрьским чемпионатом России в Анапе. Гайдар Гайдаров стал преемником Сажида Сажидова в Федерации борьбы региона. Старший тренер сборной Дагестана назначен исполняющим обязанности президента Федерации спортивной борьбы республики. Ранее этой организацией руководил Сажид Сажидов, который 26 марта возглавил Минспорта Дагестана. Гайдар Гайдаров – заслуженный тренер России. Старшим тренером республиканской команды специалист работы с 2011 года. Наши выпуски вы также можете смотреть на нашем официальном сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова